и приветствую дорогие друзья с вами ангры сегодня мы возвращаемся в файл тактик сбор лайнс он обязательно зажгет огонь в твоем сердечке игра сложная на самом деле непростая такой и кажется вот уже прокачка здесь это еще по испытания судим по квесту открывания различных новых персонажей секретных тот самый камень который мы получили и о да друзья мы активируем робота инициализация завершила все системы в норме и команды мастер о боке машина говорит дай ему команду она тебе мастера воспринимает танцуй ну слушайте он танцует я очень силен походу приказал муда напасть на муста ёпта ох нет феникс даун где феникс даун но это было забавно лага отсылка на бои стандартная конструкт 8 защита контратака у него и какие-то команды свои еще бы на фига ж мы его открывали чего мы берем его в команду given to team tax и нам обязательно как-то вырву мы по слухам что нового и по заданиям это мать заданий триллиард просто для демедузы говорят что корабль предлежавший королю герою мезо спасшего человечество во время катаклизма находится где-то на дне залива легенда гласит что корабль набит сокровищами которые король мезо получил от боков ну давайте поп понял не можем байдрона в принципе отдать у нас сейчас новых персонажей сюжетных столько что по сути это дело даже хиллер нам так сильно не нужен давайте мы отправим их на задание так и сюда возвращаться 12 дней хватит точнее вам ребята так хай-хай еще раз вот зашел сюжетный бой так как как я понимаю сейчас нужно идти в крепость зелтения и она именно сюжетная получается солтурс как гарт смены драгуны кстати драгунов так и не открыл так и ниндзи так вообще тут но кого пока не открыл не знаю есть ли смысл мне качать питаться как-то вкачать тех персонажей они просто могут быть полезны в дальнейшем кстати вот хромовник очень классно и возможно мы возможно агресс на него поменяем может быть телюса поменяем телюса может бафать союзника в другой стороны и этим он вроде как хорош в другой стороне его и по хп пока мало хотя у него уровень 43 она на десяточку круче так это лучник это маг возможно стоит пойти наверх чтобы просто чтобы просто попробовать от них избавиться и они там сверху нам не подсренькивали они то этим точно будут заниматься робот весьма кстати крутой сильный но что логично страдает сильно у него скорость ну на рыцаре пофиг вот маги будут проблемой магии лучник один хотя драгуны по сути вы должны прыгать так что они так и так тоже будут проблемой кстати видно что видимо у сюжета автолевелинга нет потому что у них уровни то далеко не крутые то есть автолевелинг есть у простых монстров случайных рандомных боев замедление нормальные маги отлично мимандри наводка одну молнию точно ла 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 не получится заблочить автозелия геральт был из ривии на 1 . вайда секонд оу май гад мы давай сейчас геральдова как вашему это конечно мы крутые я правда я вообще с травником сделал чтоб подкачать ему всю хурму если я все таки буду его в основной отряд брать вместо агресс ну или опять же вместо люса он будет еще как говорится присмотреться к ним двоим там же выбирать в обоих надежда попадет она чем хороша она массу хами хороша но мы помним что враги не знаю супер редко встают под массу дары поэтому увы ее массу шность обычная супер редкая получено 156 гилов допустим но он не сможет тоже ничего применить он конечно хорош но ему прям нужно вплотную всем этим заниматься это шлюса хорошего можно допустим скоростуки накинуть нафига мы всеми идем вверх по моему идея плохая то есть получается я сейчас еще перепроверю если это так то значит мы тогда просто по сюжету пойдем что еще нам делать вариантов как таковых у нас вообще нет он всегда будет прыгать вот жилый копьем просто ударить какая же это хренов способность контратака а блин я забыл что ты сейчас травником тебе автоматом передалось оружие ну давай в него туда хотя бы так слушаем ну хотя бы кто-то в зоне пооружения давайте запрессуем этого черт его ну видите прессанули он почему то сам урон получил это момента я не понял но огонь и один фигня троим кэш это этот черный макросавчик это зелье татуем и восстанавливает непонятно зачем они ему нужны вот я вот этой магии что у него есть но по сути только пользоваться в сложных очень боях молния крутая была ну так и храмовник у насрать оказалось то есть у нее обычный удар она слабенькая самый мощный этот удар атака отнимает но где-то в районе 100 160 бывает от врагов зависит так что тут как-то вот пока все же сомнительно это же точно от киты от киса так это враг робот просто сильный тут ничего другого не сделать не сказать он просто силен он просто хорош на самом деле знаете вот персонажи много но в том что ты всеми ими не можешь пользоваться тоже как-то так получается типа да круто но с другой стороны нафиг бы это и нужно было то есть ты никак не можешь ну вот этот кстати минус хвора мне говорил что вот зажат а кстати ему нужно зельку крутую изучить то на простой зажатый он по факту просто но ничего не может сделать насчет вот феникс писал комментарий что там что это игра тактическая где нужно думать где нужно это само собой разумеющийся я никак не спорю с тем что если прям наделок как шахматисты продумывать все комбинации кто куда встанет кто как атакует то само собой ты здесь ну просто будешь вдвойне рулить этим боем просто у меня примерно мост так не работает чтоб я мог сразу же до хренищей комбинации вытворить высыпать скажем так ну да высыпать те комбинации просто чтоб дальше бой просто шел уже тобой будучи задуманным толкнулся сложностью нужно было автозелья допустим всем изучить я изучил я изучил это было изучено или вот пытаясь открыть новые классы ну качал я персонажей знаете тоже вот как кач персонажи в играх мне никогда это не нравилось все-таки искусственное замедление игрока это я лично ну не одобряю вообще никак по идее сюжетные не должны полностью погибать потому что нам там его воскресить то и нечем даже что забавно еще робот кстати хилиться не может это его отдельный минус вообще он не может вещи использовать даже не хилиться но имеются вещи он не похилит не воскресить никого не может то есть в этом плане если бой какой-то супер сложный там желательно чтоб каждый мог использовать предметы хотя бы самые базовые главный доспех для нас стоит и то есть и вот этот минус еще то что нужно ждать пока тело исчезнет чтобы там с него суру залутать замок зелтения а нам по-английски написано что нужно куда сейчас я найду чичаус зелтение фортресс по сути скорее всего это он и есть я не помню что у нас еще что форт вот гори лэнд да то есть мы по сути секретных персонажей на самом деле должны были пытаться уже раскрывать даже после того как мы в этом замке побывали а бионель гроук или гаук ну окей тогда окей вольный город бервенья тут у нас будет уже тут у нас будет скорее всего возможно новые предметы это хорошо нормы пока биулльва так и останем его травмником на второй бой гидер так и так нам нужен будет да кстати навыки можем тебе уже выучить а ему и не хватает на зеликс ну конечно такое себе он травмник будет искусство меча искусство войны но у него там оружие стрелковое прицел можно добавить а как белый маконкс очень быть может может кстати кстати может и жизнь можно давать его белую магию добавим нет спасибо тогда белая магия вещи у него вообще автоматом стоят прикольно прикольно то что он травник кстати экипировка может броню надеть а новый меч так понимаю новый щит но этого пока экипировка соответственно для своего класса так тогда сохраняемся идем дальше сюжет персонажи пока не будем открывать ну так видим разделение какое-то будет у нас когда а грязь еще кого-то одного может поставить поставим кого от тебя видите у нас еще и дракон появился рейс но он тоже не может использовать ничего поэтому нам нужно кого-то одного или робота или чисто дракона с собой брать а этих чуть подальше пока вообще бервение пока вообще не понятно что тут за бой будет возможно опять на крышах даже невозможно призыватели когда это темплар за ези люда нам хочется отомстить короче это просто очередная какая-то месть который нам нужно только ее и победить а по ниндзя причем девочка прицарь тьмы сломать броню на расстоянии и по вот это друзья очень жестко туда я предлагаю по ах ты прошман дави да предлагаю идти стараться с чисто за ней не только потому что будет быстрее закончится чтобы как можно стараться меньше брони просрать на этом плане конечно шоке вот это поиметь нас конечно решили решили так забыл что ты больше у нас не стрелок и не не давай робота 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 роботу нам очень надо робот но должен двигаться эти машины которая просто должна быть искать в энергетическом потоке просто на нее на это возможно не действует не успел заметить обычно это всегда срабатывает лучницы блин я этого боялся не хочу лучница меня так и спросили хочу них чем все травника хотят туда то есть видите она просто под градом обстрелов будет нас насиловать это бедово это так беду а у нее запрет она теперь еще и бесполезная блин красавчик правда сейчас вот от этого ты никуда не сбежишь короче сложный бой получается будет и правда к счастью слабенький там ману восстановил так джаджмент болт это молния получается арома соточку отняли даме длительность конечно его конек который бы нам не хотелось использует попробуем ниндзя убить она первая пришла джейска и жестяная это нашего травника изнасиловали блин и он же не может ничем хилиться ё-моё то есть просто переигрывать да переигрывать придется как же ты за е и главное воскрешать даже не хочется банально потому что он полностью бесполезен здесь твою мать тебя до сих пор ничего не поставленном подел два раза будем играть тот бой блин я должна сейчас отключил что реально не верю что что получится уже так друзья я вернулись и любой начинаем по новой по-другому теперь избежать правда разрушение мы ничего не сможем робот на работе не знаете что-нибудь делать но возможно без нас хотя за этой гай можем сверху спуститься в короче короче не получится нам видимо и так просто выцепить что-то с ней сделать мы будем пытаться что-то делать с призывателями возможно с лучницами ну или все-таки мы поднимемся и потом попробуем за ней загонять на все равно вынуждена будет куда-нибудь зажиматься так понимаю с проблема что у нее тогда поддержка постоянная будет весьма неприятно сразу же в двоих хотя бы автозелье а и тут автозелье поцелуете кисом с а это чё хорошо тут тоже автозелье боялся это хера ты конечно она возьмет и вернется ура массу просто взяла кинула нахер пошла взад взад убегая бегая дай нам добраться до твоей хозяйки отличненько падаем попадаю 72 хрен с ним ползи этим голема в бригандине напоминает вот кто просто два года идет к своей цели отнимые зелю до убили он говорит что типа ты тут не знаешь что с реванса случилось лукаве убил своего брата ах он лукавая тварь лукавый пустяка как охуенно да у них это просто имя лукавее а у нас там само понимание слова мы знаем что лукавый это суть кто врет и по сути в данном ситуации для кроме он ей соврал по поводу убийства брата она как бы обманута он не верит как это обычно и бывает еще речь за что за отца зашла так отсюда ты по ней попадаешь хотя бы лично у май гад по станароде тоже самое что по соси мои яйца сказал кстати к автозелье конечно это лучшее что у нас тут есть потому что просто мега мразотный персонаж я здесь его больше не будет на просто это же мразище само настоящее азиш мразишь какой-то да и люса думаю я буду заменять тогда получается агресс масс на плюсом слабо как-то порой бьет сейчас сильный расскажешь это был сильный довольно ударно в целом его бафы такое себе нашего еще старого рыцаря кто сейчас на задание вот его вернем наркоманда у нас примерно такая будет так белая магия лечения к тому что учетом что он еще плюс маг получается белый вам ну по факту может быть насчет робота кстати я конечно пока что сомневаюсь думаю вы согласны с тем что он так вот и ходит медленно это боях может быть он будет полезен кто знает что довольно сильный в принципе возможно в каких-то боях он будет у нас весьма полезен хуя на конечно эти мне нравится что она просто просто кидается муромасами очевидно даже в этом мире это очень сильное оружие шагрис она у нее хотя бы если такие дальние атаки она слабо слабенькая тоже теперь уже по сути дела но у нее хотя бы вот есть такое хорошее преимущество стать бы вот конечно тебе паладином чтоб ты мог тоже наконец-то узнать вот эта херня по факту не пользуюсь пока что остается херней ладно он пока хотя бы отвлекает чушь поделать не дает ему и не вздохнуть не пергнуть хотя бы так пускай будет все равно хочет нам про судьбу рассказал судьба это еще так неприятная штука кыш я соглашусь хотя вроде бы у него она уже сломана шабал да прочь и шинке хотя агресс потом магии можно и атаковать было хреновенько на самом-то деле так лечение привязка клетки работа идет я не знаю правда сможет ли он запрыгнуть банально пока что что-то как-то сомнения у меня большие если у него такие проблемы то не знаю что дракона даже может брать дракон вроде куда более скажем так ходящий по территории дамы а может вообще их обоих и не брать ставить люса того же кто из них хилить не может никто из них не может воскрешать так что с учетом вот этих всех локаций действие святой меч пророка а нашего парня тоже сработает тогда так как же слабо это станем сюда пожалуй что пока это пупкить масухи не попадать но поверили что он не враг все лукавые на самом деле равно что-то почему ты мне не веришь ну потому что очевидно она тебе не верит вот почему она тебе не верит на самом деле очевидность том что она его не знает не знакомы с ним тогда он хороший парень там душа компании страдает вообще за всех людей в мире и так далее и тому подобное вот ты большой минус у вас робот кого просто серьезно ну ты тварь робот назад не был мог запрыгнуть но надо и ушло бы два года твою за ногу не можешь по идее серьезно может да как-то возможно как-то дотягиваешь что во всех этих ищрениях ах ты мразотина грёбаная может добить ее нога конечно то очень слабо на нее агресс а грится вот тогда рамза будет у нас хим теперь команде в этом бою конкретном ходить всех воскрешать хотя надолго то не хватит воскрешение чете для вы один удар они откиснут скорее бы магия жизни больше бы пригодилась сет это стопроцентный скилл я худею конечно с нее я на главный счет так далеко бежит робот настолько бесполезен ну правда и на нее как-то вот атаки пока что слабенькая действует хотя бы ниндзя нас перестала преследовать так шабл шаблда шаблда так со сети атакую разрядом как она будет как-то сильнее слабее в принципе так же примерно так она уходит да я так понимаю прошу сражаешься когда мы встретимся ты типа готовься к земле возможно и к зиме ты выбраться лекарства 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 это правильные мысли вот я все живы но у нас у нас просто по имели с точки зрения вооружения лично хп идти просела так таверна вроде бы ничего нового нет мы не можем старые задания отменить новые тоже как много там этих побочек которых мы даже не участвуем невероятно так смешали лучше черная мантия это походу тут магазин для магов я так же до м.п. добавляет вам тигровые сумки не нужны хоть что-то пускаю тебя будет вообще почекать бы что у нас в загашнике капюшон но все кстати по одному листь так секс зелья 9 штук купим много этих боевый отряд машины боевой вот это куда лучше выглядит что у новое поставится черный костюм так себе конечно да меньше нового лучше быть не может а храмовник а тебе кстати чуть больше хп можно сделать а храмовнику тоже неплохо очень хреново шо конечно робот наш ничем нам не помню тогда возможно покупать мы ничего не будем целом хпшки стали более удовлетворительными но то что знаете вот здесь получается можно какие-то пары предмета находить но есть подойдет скил и который полностью уничтожает вот такое гнидство что слов конечно у меня нет и кофе нас до этого что-то еще в этом городе мэйби встреча какая внутри замка зелтэния то куда мы идем если успел подзабыть мы за сестрой же идем или куда или кто театра господи ты спор страдаешь да печальненько печально на самом деле понятно его страдания я как бы с этим то и не спорю в целом но тут другой вариант то что лучше ты ему от этого и не станет это уже в мыслях отделите мне кажется тоже играет у нее получилось достойная жена кстати я помню эту локу мы на не дрались с каким-то церковником из не ошибаюсь ты педант я и помню этого и моей сестры театра она погибла в бою мне любому было бы на его месте жаль но большинство раз конечно люди более озлобленные спи даже на своих родных порой почему не хотят милая беседа мы видим как они все сближаются и сближаются как у них идет с ближайшим хочу кое-что вообще перепроверить смены экипировки навыки с этими пользоваться я навряд ли буду на всякий случай у них а вот у него метание появилось кстати вот надо бы это затестить в бою насколько это полезно вот это я понимаю зона для кабзона и двое опять где-то в жопе пока что не займу стадио ставить как-то все равно стремно хотя может быть кого-то из них хрен сливать по вы в этом бою дракона хотя бы запишем что у них робот даже дрался чё там записан река фин знать вопрос насколько эта территория будет холмистые так далее тут вода это выглядит как просто непонятные зачем бой ну да это так и есть это бой сюжетный лишь просто для того чтобы он был наши враги это просто чокоба и какая-то свинья безумная безумная местная свинья в этом мире отлично давайте на даже не буду такой записывать если что-то вдруг не случится потому что я смысла в нем не вижу по большей части вы как бы видели что он что вот это сюжетный бой который по сути не нужен а когда еще момент дракон за дракон такой вот у него три вида дыхания по сути все это просто от магия стихий он весьма силен между прочим в общем по итогу ничего особого бою у нас не было просто мы их раскатали и на этом все дракон человек кстати они смогли убить все-таки заклинание некоторые у них прям сильно по нему шарахали как видите просто в дальнейшем тура для случайных боев ни броню нам не сломали ничего что большая благодарна этим существам ну все идем туда взял тенью нам туда еще потом надо будет по сюжету вернуться единственное конечно что нас тут ждет заставочка а а а а а Продолжение следует... 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 Нет, я понимаю только слишком хорошо. Я отвечу на херетик Трофтар Бео. Ты собираешься. Ты собираешься обратиться к нам. Я знаю эту голосу. Конфессор Салмур. Очень долгая заставочка. Прям очень-очень. Просто не так большой выбор персонажа. Рискнем все-таки еще раз робота поставить. Вокруг церкви бой. Пришли они, не знаю, помолиться или еще раз чего, но... Нифига со старикам. Нам помогать, я так понимаю, в этом бою будет, да? Окей, ушки. Дефит Залмур. Че? А, победите. Победите. Я подумал, что защитить. Угу. Так просто добраться нам до него не дадут, да? Потому что... Да. Короче, нам нужно будет идти в обход. И получать все пинки по шарам. Окей. Допустим. Допустим. Попробуем так сделать. Да есть какую-нибудь защиту нам накинуть? Давайте, к примеру, на него. Как я понял, на робота это не особо-то работает. Хоть какие-нибудь ботинки бы выдали роботу. Да, это мистики. В общем, всякие дебафы будут на нас набрасывать. И рыцари. Ну, рыцари еще это божеский, блин, враг, который хоть и может броню ломать, но у него это, во-первых, не всегда получается. Это раз. Во-вторых, он не всегда ему на этим и за ним... Я беру. Ёб твою. Ёб твою. Ёб твою. Это законно вообще? Охренеть. Красавчик. Ну, хотя бы на одного сработало уже хорошее. Вы просто видели это дерьмище? Карающий меч. Ну, ладно, он хотя бы сильно вжарил ему. Ну, вы просто ведь... А кто ты? Кто ты? Боец. Да не пиздите, нету у рыцарей таких скиллов. Кому вы, блин, рассказываете? Втираете мне какую-то дичь. Ну, кстати, нормально. Вот это мне подходит. Двоих одним махом и одного мы уничтожили. Ух, красиво, красиво. Да, все-таки мы откажемся от этих драконов, роботов. И лучше будет команда у нас из людей, чтобы именно могли хилить, что-то накладывать положительное. Кажется, все они сильные, прикольные. Теперь онколог. Ну, даже кулачник, он, кстати, неплох. Да, вот и робот, мы просто будем следить. Можем следить за его великолепной проходкой по полю бою. Молодец. Я как шучу, не молодец ни хрена. Давайте еще Рамзи накинем эту тему. Так. Будешь ли ты в нашего охотника чем-то? Надеюсь, он не будет воскрешать, а просто... Вроде не написали, что он будет делать. Если будет воскрешать, то это херь. Это хрень для нас полнейшая. Смотрится, тоже пошел незачем. Темнота вроде как по боку. Только вроде как. Шел, кстати, я еще... Да. Вовремя надо что вспоминать. Крутой сайт с этими... Сортами по... Тактикс. Ну, там и победили. Это был все уютный бой, друзья. Только не говорите, Великий Отец. Впитай мой гнев. Надеюсь, не чужой из него сейчас вылопнет? Будет еще один бой, что я кольцо ангела. Не верю в это. Блин, нам меч разобинаете. Мурамаса, ну вот, сука. Мразь, только я придумала эти скиллы гребаные. Игра, в которой ты можешь какие-то оружки крутые иметь там иногда найти, иногда купить. И потуги тебе их разрушают. Серьезно, это весь бой? Как бы просто один тип взял его и закончил одной атакой. Как тип. Великий герой будущего типа. Опа. Опа. Вальмафра. Вальмафра. Сейв все вовремя дели. О, дели-то нам говорит, да. Хотя бы что, но у Рамзы есть верный друган один единственный. Знаете, стиль вообще такой, в церкви этих такой итальянский. прям финалку и не финалка ассасин крида вспоминал ну шо друзья так вот нас опять апки апки зале задание мы не можем старые принять надо бегать по всей карте до остались мы без меча не знаю если вы хоть что-то хорошее новая игрушка есть точно как нам это будет стоить и дешево может еще лишнюю купим охренеть это оружие самый лучший меч это у нас что здесь сейчас ледяной да получается давайте тоже один еще куплю на всякий пожарный что дешевое еще можно продать хрен бы с ним на будущее мало ли пригодится это мы не будем брать пока что окей 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 легенда о хребрецах зодиака это старая вроде бы да камни зодиака переломный магнит какой-то у нас ужаса замка проклятый остров нильвеска опача а вот это храм нильвеска вот это скорее всего продолжение таки нашего поиска новых секретных персонажей но этим мы уже займемся получается в следующей серии на этом всем спасибо кто подписывается кто смотрит кто ставит лайки кому не сложно разумеется кому-то сложно просто да вот собственно как в комментариях там писали ждем тактику бригандину получаем на уж вот тактика будем продолжать ее дальше будем бригандину когда-нибудь начинать снимать серию новую часть серии нового не знаю как-то характеризовать но будем вам желаю друзья сегодня примирение с собой чтобы вас не мучили ваши демоны духи и все остальное просто мысли глупые короче все все что вам вдруг меш мешало это обязательно вас не мучило зато полюбить своих близких чуть-чуть людей вокруг завтра мини-задание которое проснетесь просто подумайте что порой мы делаем какие-то глупости даже не думая на самом деле реально о них все же они приходят происходят не из пустоты поэтому просто попробуйте когда вы делаете что-то что может вам не сильно самим-то и нравится поймать себе в моменте и подумать зачем вы это сделали на этом всем спасибо до встречи пока пока